Хорошо, друзья, всем еще раз добрый вечер. Мы остановились на последней, пятой главе цифра Кузари, и мне кажется, что сегодня мы вполне можем закончить. Естественно, не будем читать, наверное, всю пятую главу. Но пятая глава в очередной раз возвращает нас к спору Равина с философом. То есть мы видим, что вот этот спор, где оппонентом Равина, по сути дела, почти все время является философ Аристотелик, проходит красной нитью через всю книгу. Начинается с этого подробное изложение философской позиции. И спор с этой позиции, который периодически возникает. И вот пятая глава, где снова возникает этот спор. Хотя начинается вроде бы у нас вопрос о Каламе. Сказал хазарский царь. Я не могу удержаться, чтобы не обременить тебя еще одной просьбой. Поведай мне легкие для понимания, но выражающие суть основы положения и мнения диалектиков мутоколимов. Почему он называет их диалектиками? Потому что с точки зрения органона Аристотеля у нас есть разные типы высказываний. Есть высказывания софистические, которые как бы не имеют никакого отношения к истине. Есть высказывания риторические, которые имеют целью убеждения собеседника. И там некий элемент истинности оказывается важным. Есть высказывания диалектические. Эти диалектические высказывания в этом органоне – это высказывания, истинность которых вероятна. И вот такими высказываниями как раз пользуются и риторы, и теологи, и политики, и так далее. То есть они пользуются высказываниями или силогизмами, которые основаны на посылках, истинность которых вероятна, и соответствующими правилами вывода. То есть вот это деление, оно есть еще, может, позднее будем говорить об этом, есть и поэтические высказывания, которые имеют определенное место с точки зрения средневековых философов-аристотеликов в этом самом органоне Аристотеля, который посвящен, собственно говоря, построению речи, можно сказать. То есть разных способов речения, которые необходимы для самых разных ситуаций и так далее. А философы пользуются исключительно, ну, может быть, не исключительно, но в той части, которая является философской, они пользуются так называемыми аподектическими высказываниями или аподектическими силогизмами, то есть высказываниями, истинность которых доказана, не является вероятностной, а является доказанной. Ну, а Калам с точки зрения хазарского царя или с точки зрения Иуде-Леви, да, пользуются диалектическими силогизмами. «Я вправе услышать их, ведь и ты узнал их. Это мне нужно для того, чтобы решить, что из них можно принять, а что следует оспорить. Ибо я уже потерял ту высокую ступень, когда мнение принимается без исследований». То есть хазарский царь признается, что он был наивным и мог принимать какие-то положения без исследований. Теперь, после разговора с Равином, что удивительно на самом деле, да, это после разговора с философом, он должен был бы приобщиться к доказательным высказываниям или к высказываниям, которые являются следствием исследования. Он говорит, что, в общем, вот в ходе нашего разговора потерял эту ступень наивности, когда мнение принимается без исследований. Здесь ироническая такая, да, вы сказали, потерял ту высокую ступень, когда мнение принимается без исследований. «И прежде были у меня сомнения и мысли, и беседы с философами и представителями разных народов и религий. И это он возвращает нас к началу этой книги. И для меня важнее знание и исследование даже неверных мнений, чтобы уметь оспорить их, нежели невежество у этих вопросов. Традиция хороша только тогда, когда душа безмятежна. Но для тех, кто испытывает сомнения, предпочтительнее исследование, тем более, когда его результаты подтверждают традицию. В этом случае в человеке сочетаются два достоинства – и знания, и традиции. Вот этот пассаж последний, что традиция хороша тогда, когда душа безмятежна, и описание тех, кто испытывает сомнения, и необходимое исследование для них. Этот пассаж он нас прямиком отсылает к Сааде Гаону, его книге «Верование и мнение». И хотя здесь говорится о два достоинства – знания и традиции, на самом деле мы можем сказать, что это как раз и есть вот эти самые верования и мнения, о которых говорил Сааде, и который говорил о том, что вот эта самая безмятежность души, или тишина души, если буквально, с арабского или с еврейского, достигается тогда, когда человек приходит к тому мнению, которое он получил, предположим, по традиции, он приходит к нему еще раз после тщательного исследования и так далее. Тогда он убеждается, его как бы верование, не вера в христианском смысле, а именно верование, его оказывается, так сказать, обоснованным. И тогда он обретает вот эту самую безмятежность души. Это на самом деле топос, который характерен для многих исламских мыслителей, в том числе вот эта тишина души или шекет на вши, и мы еще встретимся с этим. И вот он говорит, что для тех, кто испытывает сомнения, предпочтительные исследования. А сомнения, по сути дела, испытывает кто? Испытывает тот, кто потерял высокую ступень наивности. Это ступень наивности, это ступень, собственно говоря, детей. Если я не ребенок, то я теряю наивность, и тогда необходимо исследование, которое подтверждает традицию, ну, в соответствии с Ади и Гаоном, который, собственно говоря, так нам и говорит, что нужно подтвердить с помощью исследования то, что мы получили по традиции. Поэтому хазарский царь здесь выступает как бы в таком одеянии последователя Саади, так можно сказать. Да и поэтому спрашивает у Равина, не может ли он ему рассказать все основные положения Калама. Хотя он вроде бы с точки зрения Саади говорит, значит, как бы Калам знает. Но на самом деле вроде как не знает, но догадывает. И вот Равин на это ему говорит, где найти безмятежную душу, которая не соблазнилась бы мнениями, распространенными в мире, будь то во зрение исследователей природы, звездочетов, изготовителей талисманов, колдунов, верящих в вечность мира, философов и других. Видите, что философов он ставит в один ряд с самыми разными областями, скажем так, знания или достижения знаний. Да, это колдуны, изготовители талисманов, звездочеты, которыми, возможно, имеется в виду в том числе астрологи или астрономы. Но если астрономы, то это часть философии. Короче говоря, он говорит о том, что безмятежная душа, в общем, это дело такое. Сложно найти ее, потому что вот этих соблазняющих точек зрения или соблазняющих концепций слишком много. «Ныне нельзя прийти к вере, кроме как пройдя многие уровни неверия. Ни жизни короткие, а работы много». Цитата из строктата Аута. «И лишь немногие люди склонны к вере по природе и не смутят их все эти воззрения, ибо их душа сразу почувствует, в чем изъяна этих воззрений. Я надеюсь, что ты из тех немногих людей, которые сразу почувствуют скользкость этого пути, неважно кого, отчетов или философов. И коль скоро невозможно не ответить тебе, я не пойду по пути караимов, которые пытаются вознестись к божественному знанию без промежуточных стадий». И некоторые исследователи, есть статьи, в которых говорится о том, что, возможно, Сефер Кузари является в том числе полемикой с караимами, хотя на самом деле здесь эта тема возникает, но возникает она не настолько явно, как полемика с философами. Но вот здесь как бы такой укол караимов, которые отрицают устную тору и пытаются вознестись к божественному знанию без этого. Но вкратце изложу основные моменты, которые помогут тебе представить, что такое первоматерия, элементы, природа, душа, интеллект и божественное знание. Также я дам тебе удовлетворительное объяснение о том, что мыслящая душа не нуждается в теле, о том, что будет после смерти, о божественном предопределении и всемогуществе. И все это как можно более кратко и по сути. То есть на самом деле Равин здесь говорит об основных, собственно говоря, темах средневековой философии или средневековой теологии, первоматерия, элементы, природа. Это все части философии как раз. Душа, интеллект – это тоже, собственно говоря, философия. Если говорить о соотношении души и тела, то мы видели, что и в Каламе как бы эта тема поднимается. Например, Бахи и Бен Пакуда эту тему подробно разбирает с неоплатонической точки зрения, когда на самом деле душа является и пленницей телесного мира. Также вопрос о посмертном существовании, о божественном предопределении – это все основные вопросы средневековой философии. И Равин собирается на них отвечать. Так, вроде бы, посыл такой, что он этим знанием обладает независимо от философов, звездочетов, изготовителей талисманов, колдунов и так далее. То есть, это как бы некое знание, которое присуще еврейской традиции. При том, что понятно, что если мы обратимся к, собственно говоря, досредневековым еврейским источникам, а именно к талмудической литературе или, предположим, к мистической литературе талмудического периода, то, естественно, что там нет ничего ни про первоэлементы, ни про первоматерию, ни про природу как таковую, ни про душу, в конце концов, как предмет изучения. Всего этого там нет, а Равин, тем не менее, говорит именно об этом. Я скажу, что в чувственном восприятии нам даны количество и качество. Опа! Да. Он сразу говорит о двух категориях аристотельских – о количестве и качестве. И разум указывает на то, что у них есть носитель, что является тоже, собственно говоря, субстрат или субстанция. Само слово «субстанция» имеет очень много разных коннотаций и значений. Здесь можно было бы сказать, что это субъект, например, или объект, наоборот, или субстрат. То есть можно было бы по-разному переводить это слово. Но в любом случае он на самом деле говорит в духе, опять же, философии Аристотеля. Этот носитель трудно представить. Действительно, как мы можем представить то, у чего нет ни количества, ни качества? С другой стороны, они, то есть количество и качество. Суть – акциденты. Вот субстанция и акциденция, которые не являются носителями самих себя и, стало быть, не могут иметь места без носителя. То есть без субстанции. Акциденция – это случайные какие-то свойства, субстанция – это сущностные свойства. И вот наш Авин говорит именно на этом языке, то есть на языке, по сути дела, философском. Философы назвали этот носитель первой материей. Хорошо. И сказали, что разум с трудом постигает первую материю из-за ее неопределенности. Ибо то, что не существует актуально, а лишь потенциально, не подлежит представлению. Его можно описать лишь как потенциально материальный. Сказал Аристотель. И вдруг у нас Равин заговорил просто как философ в похожем тоне, который мы видели в самом начале этого трактата, когда Хазарский царь только обращается к философу, и тут излагает ему, собственно говоря, философию Аристотеля. Сказал Аристотель, что первоматерия, как будто стыдится показаться обнаженной, она показывается только облаченной в форму. И уже были те, кто полагал, что вода, о которой говорится в начале книги «Бытия вырешит», означает первоматерию. А слова и дух всесильного парил над водой говорят о божественном желании и воле, проникающей во все части первоматерии, чтобы делать с ними то, что он хочет, как он хочет, и когда он хочет. Так поступает гончар с бесформенной глиной. А тьма и хаос, то у вагову и кошек в начале книги «Быришит» названы отсутствием формы и порядка. Мы подобного рода комментарии, в общем, на самом деле, на момент написания Иуда и Ливи своего трактата вряд ли где-то найдем. Но, тем не менее, мы видим, что вот это упоминается. И предположение относительно того, где бы мог Иуда и Ливи подчеркнуть такого рода интерпретации, оно лежит, в общем, более-менее на поверхности. У нас нет большого количества персоналей, которые могли бы об этом говорить. Вы видите, что здесь подчеркивается божественное желание и воля. Вот этот самый элемент волонтаризма и предание этой воли некого первостепенного значения. Мы, как помним, встречали у Шлома и Бангвероля. У него же мы встречали философские аллегорические комментарии, правда, до нас не дошедшие, а упоминаемые лишь Авраамом и Бетезрой. Поэтому, в принципе, можно предположить с некоторой долей уверенности, что когда Иуда Ливи говорит о том, что уже были те, кто говорил о книге Берешит, то-то и то-то, то он, возможно, имеет в виду как раз Шлома и другие роли. Ну, или, конечно, возможно, что были и другие авторы, которых нам неизвестно, которые действовали и писали в том же самом духе. То есть после того, как он процитировал Аристотеля, изложил некоторую сумму понятий аристотельской философии, он говорит об интерпретации книги Берешит с помощью этих понятий. О философской аллегории определенной. Так божественные желания и мудрость постановили, чтобы вращалась высшая объемлющая сфера, время обращения которой 24 часа. Это объемлющая сфера, это тоже концепция, собственно говоря, можно сказать, науки того времени, то есть, опять же, философская концепция, вот эта объемлющая сфера, она вращает все, она вращает вместе с собой все остальные сферы, и в силу этого первоматерия, принадлежащая сфере Луны, претерпевает изменения в соответствии с движениями сферами. Напомню, что сфера Луны – это сфера с точки зрения вот этой всей конструкции средневековой, это последняя в ряду сфер перед земным миром сфера, то есть, есть подлунный мир, поэтому он так и называется, есть надлунный мир, потому что сфера Луны, она последняя, или наоборот, можно сказать, первая, если от Земли считать, то первая, а если в череде сфер сверху вниз считать, то последняя, и вот, значит, в ней происходит некоторые изменения. Первая из них – нагревание воздуха, близкого к сфере Луны, из-за его близости к месту движения. И так возникает эфирный огонь, который философы назвали элементарным, у него нет света, и он не вызывает горения, он есть тонкое, прозрачное, легкое тело, и его назвали сферой огня. А после нее сфера воздуха, а после нее сфера воды, а за ней земной шар, который является центром. Он тяжел и груб, из-за своей отдаленности от места движения, и это четыре элемента, из смешения которых все формируется. Опять же, все это, я, по-моему, когда мы говорили о слове, Бангвероли уже вам рассказывал, и вот Иуда Олеви именно это и пересказывает, и это действительно такая, как бы, общепринятая картина универсума, которая является, на самом деле, философской картиной. Здесь, может быть, следует заметить еще один момент. Мы помним, что у нас есть такая вещь, как теория эманации, когда, собственно говоря, эти сферы осознаются, как некоторые ступени в ряду вот этой самой эманационной лестницы. Вот едино, первоедино, потом ум, потом душа, и так далее, потом эти интеллекты сфер. Это один из образов, или один из способов соединить, собственно говоря, то, что можно было бы назвать условно астрономией, то есть астрономическим взглядом на... Это, собственно говоря, из астрономии мы получили вот такую вот конструкцию, конструкцию движущихся сфер, на которых закреплены звезды или сфер, которые двигают все это, и теория эманации. Но здесь он не говорит ничего про эманацию, он говорит про движение. Движение – это, собственно говоря, то понятие, которое является чрезвычайно важным для философии Аристотеля. Аристотеля движение пронизывает все. И в этом смысле можно сказать, что неоплатонизм мы говорили о каких-то отличиях стилистических и так далее, но если говорить о концептуальных, которые не лежат на поверхности, то одно из них – это вот сведение всего к движению или противоположное неоплатоническое сведение к эманационному процессу, процессу истечения, попытка заменить вот эту концепцию истечения на концепцию движения, это, по сути дела, и есть то направление, в котором двигались философы и аристотелики, пытаясь изжить слишком, скажем так, неопределенную теорию эманации, но в то же время ее оставить. И вот здесь, собственно говоря, мы видим, что уже на момент творчества и удалевия это происходит, да, потому что вот этот подлунный мир, он тяжелый, груб, неоплатоники бы сказали, потому что он далек, вот эти истечения, они каждый раз получаются в результате истечения все более и более грубая субстанция, да, все более и более темные, и вот Земля последняя из них, и поэтому, собственно говоря, она отдалена не от места движения, она отдалена от первоединого, она отдалена от света, и это было бы выражено в терминах темноты этого самого мира. А у Иудалеви это формулируется через отдаленность от места движения, то есть это намек на как бы первоединого, как перводвигателя, не как того, кто истекает, да, аристотелики с трудом справлялись с этим, да, то есть понятно, что им это немножко резало ухо, им нужно было это как-то интерпретировать. Надо сказать, что тот аристотелик, кто в конечном счете выдавил теорию эманации из аристотелизма, это был Ибн Рушт, Авероис, да, один из последних значимых арабских аристотеликов, при том, что теология Аристотеля, мы помним, да, что теология Аристотеля это фрагмент из инеанта Плотина, и поэтому там, собственно говоря, излагается эта самая теория эманации, и аристотелики, чувствуя в каком-то смысле дискомфорт, пытались ее объяснять по-разному, и вот Ибн Рушт, в конце концов, ее выдавливает совершенно, заменяя целиком все элементы инновационные движения. Здесь мы не видим того, как это прописывается, переходы его, предположим, сферы одной к сфере другой, нет детализации, где тут отделенные интеллекты, которые двигают эти сферы, но само направление мысли уже такое, то есть это ранний аристотелизм, относительно ранний, то есть Ибн Рушт у нас младше Рамбама, это, собственно говоря, еще 100-150 лет после Иуды и Олеви, даже чуть больше, но мы видим, что у Иуды и Олеви тоже это выражено. И хазарский царь, значит, на вот это изложение, он говорит ему, вижу я, что по мнению философов все возникло случайно, то, что находилось близко к сфере, стало огнем, а то, что далеко от нее, стало землей, а то, что посредине, в соответствии со своей близостью, прощающейся сфере или центру, воздухом или водой. Ну, понятно, он описывает, значит, вот эти разные первоэлементы по степени их, так сказать, легкости или тяжести. Поэтому, говорит Равин, они вынуждены признать существование мудрости, благодаря которой каждая из субстанций обособлена. Ведь субстанция огня отделена от субстанции воздуха, а воздух от воды, а вода от земли. Не за счет того, что чего-то больше или меньше, не за счет того, что одно сильнее, а другое слабее. А отделены они формой, особой для каждой из них. Именно она, форма, сделала это огнем, а то воздухом. Одно водой, а другой землей. Иначе кто-нибудь мог бы сказать, что вся сфера состоит из земли, и землистость одной ее части тоньше, чем другой. А кто-нибудь другой мог бы сказать, что все это огонь, и чем ниже, тем огонь делается более плотным. То есть можно было бы все свести, редуцировать, к одному элементу, который меняется. А поскольку речь идет о четырех элементах, то это радикально различные формы, как он говорит. Опять же, использование понятия форма здесь важно, потому что это, опять-таки, аристотельский термин. Однако мы видим, как два элемента встречаются один с другим, и каждый не сохраняет свою форму и субстанцию. Мы можем видеть воздух, воду и землю в одном месте. Они соприкасаются друг с другом и не становятся подобными, пока не преобразуется часть одной в часть другой по некоторым причинам, которые вызывают эти преобразования. И тогда вода может принять форму воздуха, то есть испариться, а воздух – форму огня, то есть возгореться. И тогда название одного элемента будет применимо к тому, что было другим. Но эти переходы являются переходами преобразования, а не переходами стадий. То есть это не стадия огня, который превращается в воздух или наоборот, а это все-таки две разных субстанции, всего их четыре. И то, что субстанции отличаются своими формами, а не только акцидентами, приводит философов к тому, что они говорят, что есть божественный активный интеллект. Видите, что постепенно Равин, который начал свое изложение вроде как от себя, то есть непонятно теперь на этом этапе, мы уже не очень понимаем, он говорит про себя или он излагает философскую картину. То есть вроде бы, но по содержанию он излагает философскую картину. А начало, давайте вспомним, что он говорит. Я скажу, вот видите, я скажу, что в чувственном восприятии нам даны количество и качество. Это он говорит, что я скажу, он не говорит философы говорят, он говорит, я скажу. То есть по сути дела вроде бы есть впечатление, что он излагает ту картину, которую он считает адекватной. Тем более, что здесь ниже говорилось это о интерпретации книги Бережит в этом же духе и так далее. А здесь уже в четвертом параграфе, во-первых, он говорит, поэтому они вынуждены признать философов. И то, что субстанция отличается своими формами, приводит философов, не нас типа, а философов, потому что они говорят, что есть божественный активный интеллект, дающий формы. Это мы тоже про это говорили, да, представление о активном интеллекте, который дарит формы, передает их в подлунный мир. Ну и вот мы в Альфа-Раби встречаем, собственно говоря, эту картину. Так что он дает формы растениям и животным. И все они состоят из четырех элементов. Виноградная лоза и пальма различаются не акцидентами, а формами, которые сделали субстанцию. Одно из них отличное от субстанции другое. Но одна виноградная лоза от другой виноградной лозы и одна пальма от другой пальмы отличаются лишь акцидентом. То есть она маленькая или молодая, а другая старая или большая, ну и так далее. Я пропущу немножко. И вот философы были вынуждены признать, что формы эти дает божественная сила, которую они называют интеллектом, дающим форму. И на этом этапе мы в общем немножко находимся в некоторой растерянности, потому что что из всего сказанного является так сказать мнением самого Равина или тем, что он считает адекватным, и что из всего, что он сказал, является не совсем с его точки зрения адекватным, а принадлежащим мнению исключительно философов. Итак, Марина говорит нам, что насчет 150 лет Ибон Рушт родился в 1126-м, а Игуда Левина в 1141-м. Ну да, это я на самом преувеличил разрыв между ними. Да, не 100 лет. Ну, почти. Я имел в виду дату рождения Иуды Леви. Так что все верно, Иуда Леви умер в начале 12-го века, а Игуда Леви, собственно говоря, родился. Так что в общем разрыв между ними меньше, чем сто лет. И так. Философы вынуждены приемные и так далее. Хазарский царь на это говорит. Действительно, если нас подтолкнула необходимость разума признать подобное, то это верное убеждение. Но что вынуждает нас говорить о случае? Почему бы нам не сказать, что тот, кто сделал коня конем, а человек человеком в силу его мудрости, детали, которые мы не в состоянии постичь, также придал огню форму огня, а земле форму земли в соответствии с его превознесенной мудростью, а не случайно из-за близости к сфере или отдаленности от нее. Хазарский царь в каком-то смысле можно сказать озадачен примерно тем же самым вопросом, что и мы, а что же у философов не так, то есть где разница между философом и мнением самого Равина, и он как бы в каком-то смысле к этому подводит, он говорит, что у философов это все получается благодаря близости к сфере или отдаленности от сферы, а может быть и сюда тоже привнести волю или желание Творца, и Равин на это отвечает, и это утверждает Тора, то есть смотрите, это такой литературный прием вопрос хазарского царя собственно говоря упреждает ответ который уже готов это и утверждает Тора, а ее доказательство это то, что Бог изменил для сынов Израиля сущность священия, и то, что он создал для них нечто, чего ранее не существовало, и если бы не это свидетельство, то твой оппонент мог бы сказать, что например эта виноградная лоза выросла в этом месте, потому что сюда случайно упала виноградная косточка, а форма косточки такова, потому что благодаря вращению сферы произошло определенное соотношение, смешались между собой элементы в определенной смеси, и из этого вышло то, что ты видишь. Сказал хазарский царь, тогда я спрошу его о высшей сфере, а что же ее вращает, высшую сферу, случайное движение или нет? После этого я задам ему такой вопрос. Соотношение сфер бесчисленное, но мы видим, что количество форм растений и животных ограничено, его нельзя не увеличить или уменьшить, разве что с возникновением новых соотношений не должны были, разве с возникновением новых соотношений не должны были возникать новые формы и исчезать существующие. Иуда Алиев вкладывает в уста хазарского царя вопросы, которые как бы обнажают некоторые проблемы вот этой самой философской картины. Тогда получается, что он излагал действительно картину, в которой были переплетены и его точка зрения, и точка зрения философов. Получается, что философская картина не так уж далека от его точки зрения. Нужно что изменить, собственно говоря? Нужно изменить только вот эту самую случайность. И здесь Равин тоже говорит это серьезное утверждение, тем более, что в наличии многих из этих форм мы видим мудрость и понимаем, что для чего они нужны, как объясняется в книге Аристотеля, возникла опять ссылка на Аристотель, и в книге Галена о назначении частей человеческого тела, и в других книгах о чудесах мудрости устройства этого мира, которые, опять же, Равин не отрицает. Еще ясно, что домашние животные, мелкий кутный рогатый скот, лошади-ослы, были созданы в помощь человеку, ведь, будучи дикими, они несовершенны, но, будучи домашними, приносят людям пользу. Ну, и на все это намекал Давид и так далее. то есть утверждение о том, что движение этой сферы не случайно, и на самом деле количество форм растений, животных, ограниченное, указывает на продуманность собственно этой картины, а не на произвол, который мог бы порождать многочисленные формы, Равин принимает как серьезный аргумент, но этот аргумент направлен, собственно говоря, на вот этот самый момент либо взгляда на всю эту картину, которую я написал, да, то есть вся эта картина получается в каком-то смысле, потому что она получается, и совершенно другой взгляд, вроде бы, да, радикально другой, а на самом деле очень похожий. Вся эта картина, да, существует, но она получается не потому, что так случилось, а потому, что это является замыслом творца и его желанием. Дальше здесь небольшой отход от темы и интерпретация псалмана, который ссылается раввин, мы это пропустим и вернемся, да, вернемся, однако, к нашим словам о воззрениях тех, кто основывается на умозаключениях. Когда элементы смешались в разных сочетаниях согласно различию мест, атмосфер и соотношений сфер, они стали подходящими для получения разных форм, отдающего форму, то есть от активного интеллекта, и образовались все минералы. Есть те, кто говорит, что из их силы особенности и субстанции зависят только от смеси и не нуждаются в божественных формах, так как формы нужны только растениям и живым существам, которые имеют душу. Минералы как бы определяются определяются только смесями и нет необходимости придавать им некую форму. Форму предания формы это не буквально предание формы, это предание аристотелевской формы, то есть наделение их определенного рода сущностью. То есть чем более тонкую смесь образуют первые элементы, тем более возвышенную форму они могут принять. форму, в которой божественная мудрость проявится в большей степени. Ведь у растения уже есть нечто наподобие восприятия и чувственности или чувствительности. Оно тянется к земле, чтобы питаться пресной водой от хорошей влажной почвы и вянет в условиях противоположных. Оно растет, пока не породит себе подобное и производит семена, а затем его рост прекращается и так далее. И все, что обладает силой роста, я чуть-чуть опустил. Размножение и питание, оно не способно в движении, управляется, по словам философов, природой. А в действительности Бог руководит всем этим на определенном уровне, по определенным законам. Вот у нас еще одно отличие. То есть с точки зрения философов опять же, Равин принимает вот эту стратификацию, есть у нас минералы, растения, животные и разумные люди, разумные животные. Но относительно того, что растительная сфера и животная сфера это то, что не имеет никакого отношения к божественному вмешательству, он отрицает. Он говорит, нет, и растительная сфера, и животная сфера на самом деле нуждаются в неком божественном вмешательстве, какое-то божественное вмешательство, оно находится на определенном уровне и по определенным законам, а не является, так сказать, чем-то автоматическим, как законы природы. Если захочешь, назови этот уровень природой, душой, силой или законом, то есть более-менее все равно, как ты назовешь, но важно подразумевать, что здесь есть некий элемент божественного управления. То есть спор, мы видим, спор с философом заключается вот в этом моменте, в моменте вмешательства божественной силы в ту картину, которую, собственно говоря, философы нарисовали. Философы нарисовали адекватную картину, но неадекватность философов состоит в том, что они приписали этой картине некую самостоятельную возможность самостоятельного управления, как бы без какого-то внешнего вмешательства. Ну и дальше он говорит, когда смесь более тонкая и готовая для большего раскрытия в ней божественной мудрости, она пригодна для получения формы, включающей нечто помимо природной силы, чтобы имеющий эту форму добывал себе пропитание, передвигаясь на значительное расстояние и будут все его органы стабильными, не будет двигаться без его желания эти органы и он будет управлять частями своего тела, то есть все это рассказывает про людей. Как животные имеют конечности для того, чтобы передвигаться с места на место, а данные в дополнение к природной силе формы называется душой. И души достаточно сильно отличаются в соответствии с преобладанием того или иного из четырех первоэлементов и в соответствии с целью, которую поставил мудрейший. Нет, я не прав, здесь не про людей идет, речь идет пока еще только про животных, там все речь идет про растения, теперь про животных, и дальше речь пойдет в том числе и про людей. Сейчас давайте найдем это место, где уже речь идет про людей, здесь все более-менее понятно, да, он говорит, что они отличаются друг от друга, животные отличаются, оленю вместе с робостью даны органы, с помощью которых он мог бы спастись бегством, и каждая душа страстно желает использовать свои силы в соответствии с их предназначением. Душа здесь имеется в виду душа животных, она наделена, да, то есть существо, имеющее эту душу, наделено какими-то природными свойствами, и они не уравновешены ни в одном животных, он говорит, и поэтому они не стремятся получить форму, которая будет дополнительной к их животным душе. Однако они уравновешены в человеке, и он стремится к дополнительной форме, и нет препятствия со стороны божественного воздействия, оно изливает, видите, а здесь как раз изливает, а изливает это вот это самое наш термин, связанный с теорией эманации, оно изливает на человека дополнительную форму, называемую материальным пассивным интеллектом. И люди также разные, большинство из них отклоняется от природной формы, и их разум зависит от этого отклонения. Если у человека преобладает желтая желчь, то ему свойственны поспешность и рискованность, а если черная, то ему свойственны умеренность и равновешенность. Это у нас теория, вот здесь как раз есть примечание про это, это гуморальная теория темперамента Гиппократа, и согласно гиппократа у нас четыре жидкости. Ну и все это более-менее нас на слуху в силу разного рода характера. Там идея такая, что лимфа вырабатывается в мозгу, кровь в сердце, желтая желчь в печени, черная в селезенке, и преобладание одной из этих жидкостей определяет темперамент, собственно, слово темперамент это смесь, и получается у нас четыре характера. Если кровь преобладает, то это сангвиник, если слизь преобладает, то это флегматик, если желтая желчь, то это холерик, а если черная, то это меланхолик, и это тоже распространенная как бы научная доктрина, которая принималась с более-менее всеми мыслителями средневековья. И качества человека определяются темпераментом, но если найдется человек, в котором природные свойства равновешены, то противоположные качества будут подвластны ему, как две чаши верных весов, рука взвешивающего, который склоняет их куда хочет, добавляя гири и убирая их. Несомненно, что сердце такого человека свободно от преувеличенных страстей, и он желает достичь ступени выше той, на которой он находится. И это божественная ступень. Что говорит нам сейчас Игуда Олевий, слава там через раввина, он говорит о том, что в отличие от животного, которое не стремится, то есть у него есть что-то дано животному, есть есть определенная форма, олень, волк и так далее, и он собственно говоря может это реализовать, но он не будет стремиться, все существа этой страты, онтологической страты животных, в них нет, в них не присутствует желание выйти за пределы вот этой самой животной страты, а у человека есть, он желает достичь ступени выше той, на которой он находится, то есть выше ступени разумного человека, а какая ступень выше ступени разумного человека, человек разумный вроде бы все с точки зрения Аристотеля это реализация его потенциала, есть материальный интеллект, который потенциальный интеллект, который актуализируется и все человек достигает своего развития так же, как и все другие существа, в том числе животные. А Иуда Оливий говорит о том, что в человеке заложено желание какое-то, или возможность, по крайней мере, желать ступени выше той, на которой он находится, то есть устремленность к страте, которая находится за пределами его человечности, так можно сказать. Это божественная ступень. Он озабочен тем, что ему следует сделать для подчинения своей природы и качествам, и он не дает властвовать силе гнева, не уступит силе страсти и другим силам, ибо он счастлив получить совет от Бога, который укажет ему путь к счастью. На такого человека изливается божественный пророческий дух, если он достоин пророчества, или озарения, если он находится ступенем ниже. В этом случае он будет благочестивым человеком, а не пророком, ибо нет, скупости у Бога, да, привнесется он, чтобы дать каждому то, что он заслуживает, и называет философы, дарующего эту ступень, активным интеллектом, и делает его властителем ниже Бога. И по их мнению, если соединиться с ним человеческий разум, то обретет он наслаждение и вечную жизнь. То есть опять Равин сначала говорит о своем собственном мнении, и оно очень похоже на мнение философов. Но философы вот эту ступень, эту пророческую ступень, ступень, которая выше человеческой, они связывают с соединением с активным интеллектом, и с этим же они связывают вечную жизнь. Нельзя ли, говорит Хазарский царь, общее положение дополнить каким-то кратким описанием деталей? Он спрашивает неизвестно про что, по мнению философа или по мнению Равина. И Равина ему отвечает. Существование души доказывается наличием у живых существ чувственного восприятия и движения, отличающегося от движения, которое вызывается элементом. И причина восприятия и движения называется душой или силой души. И силы души делятся на три вида. Та, что является общей для живых существ, для растений, это растительная сила, растительная душа. Та, что является общей для человека и остальных живых существ, Это жизненная сила или животная душа. И та, которая обладает только человека, это сила рассуждения, то есть разумная душа. Характер общей души каждого вида проясняется или прояснится из-за различия действий, которые происходят благодаря формам, существующим в материи. Но не благодаря материи как таковой. Так, нож, например, режет не потому, что он является телом, а потому, что у него есть форма ножа. Он острый. То есть стул точно так же является не потому, что он деревянный, или тело, на нем можно сидеть, а потому, что он сделан так, чтобы на нем можно было сидеть. И также живое существо чувствует и двигается не из-за того, что оно является телом, а из-за того, что у него есть форма жизненности, и она называется душой. То есть это как раз вот эта сила животной души. Существовал среди мыслителей Средневековья некий спор относительно вот этих самых животных, растительной, разумной души. Можно добавить минеральную душу, некоторые добавляют. Относительно того, являются ли они силами одной души. То есть есть душа, и у нее есть разные проявления. Например, в человеческой душе включает в себя и растительную в определенном смысле душу, и животную душу, и разумную душу. И это одна душа, которая обладает тремя разными формами, или тремя разными проявлениями, или же это три различных души. Вот такого рода спор существовал. И здесь, поскольку Равин называет это силой, то скорее он склоняется к той точке зрения, что это одна душа. Но вот эта его фраза, видите, причиной восприятия движения называется душой или силой души. Можно сказать, что он в каком-то смысле уходит от этого спора, и его это не слишком волнует понимать это как три отдельных компонента или как проявление чего-то одного. Эти формы называются совершенствами, потому что за счет них соответствующие существа становятся совершенными. Какие формы? То есть формы, ну, например, растительная форма – это рост, это питание, например. А животное – это движение, потому что животное, кроме всего прочего, еще и двигается. А человек обладает разумом, поэтому это разумная душа. И, естественно, что совершенным он становится тогда, когда совершенствует свой разум. Животное – вот те свои свойства, которые связаны с ее движением или чувствительностью, ну и так далее. То есть вот в этом смысле можно говорить о совершенстве каждой из этих страт, для каждого из существ, относящихся к той или иной страте. Душа – это совершенство. Но существует первое совершенство и второе совершенство. Первое – это источник действия, а второе – сущность действий, исходящих из источника. И это тоже, в общем, аристотелевская концепция. Вот эта, по сути, переформулировка потенциала и актуализация. Душа – это первое совершенство, так как она является источником, а не тем, что из него исходит. Совершенство является или совершенством тела, или совершенством чего-то, что не является телом. Душа – это первое совершенство для природного тела. А природное тело или нуждается в органах, или не нуждается в них. То есть его действие совершается посредством органов или без них. И душа – это совершенство для природного тела, обладающего органами и обладающего жизнью в потенции, то есть источник жизненных действий потенции, которые им уготовлены. И ясно, что душа не образуется смешанным элементом тела. Это как бы более-менее понятно. Коль скоро душа является на самом деле источником движения, то она не имеет отношения к самим элементам. Так как в том, что возникает из соединения частей, одна из этих частей, больше чем одна, преобладает. И тогда форма определяется в соответствии с этим преобладанием. Или же эти части будут бороться, пока не останется ни одной из них в своей изначальной форме, и тогда возникнет из этого форма средняя для всех них. У души нет чего-то, что связано с частями тела. Она является внешней формой, как отпечаток, оставленный печатью в длине. Все то, что мы сейчас читаем, мы с таким же успехом могли бы прочитать и у Альфа-Раби, например, в его комментарии к трактату о душе Аристотеля, о собственных сочинениях, которые связаны с понятием души. И Равин, опять же, совершенно как бы ничтоже сумняшицы, все это пересказывает в ответ на вопрос хазарского царя, что он может сказать о детализации того. Давайте посмотрим, нельзя ли это общее положение. Какое общее положение? Общее положение относительно вот этой самой деятельности души. Теперь Равин на это ему отвечает. Вот здесь Яша мне пишет. Привет, Элегра, тебя видит? Да, Яша, привет. Значит, мы пропустим сейчас подробное описание. Он описывает силы живых существ, воспринимающие, двигательные, ну и так далее. Он описывает самые разные моменты, нюансы, которые связаны с деятельностью вот этих разных сил души. Сил растительной, животной и разумной. Дальше говорит, таковы вкратце представления этих людей. То есть философ Харистотелика. Вы видите, что опять же в ответ на вопрос хазарского царя, что он... Он начал отвечать как будто бы от себя. Он все это рассказал, как будто бы от себя. А теперь дальше говорит, что таковы вкратце представления этих людей. То есть философ Харистотелика. О том, что ниже рассуждающие или разумные души. То есть все, что мы пропустили сейчас, это касалось растительной и животной души. А разумная душа, они говорят, что она материальный интеллект. То есть разум в потенции. Похожа на первоматерию, которая противоположна. Актуальная лишенность. Понятие лишенности – это очень важное для аристотелевской философии понятие. Собственно говоря, у Аристотеля возникает своеобразная триада. Есть материя, есть форма, и они соединяются между собой. Но материя, до того, как форма с ней соединилась, она в таком смысле обладает вот этой самой лишенностью. Эта лишенность является, с одной стороны, потенциалом для получения формы. То есть в этом смысле позитивную носит окраску. А с другой стороны – негативную окраску, потому что формы как бы еще нет. И он потенциально, вот этот материальный интеллект, любая вещь, ибо приобретает умопостигаемые формы. Или путем божественного озарения, или путем познания. Вы видите, что вот это постижение любой вещи, когда он потенциально, любая вещь, имеется в виду, что он может постигнуть любую вещь от материального интеллекта. То есть в нем она должна отразиться. Это идея Аль-Фараби относительно того, что мы видели уже, как на глиняной дощечке. То есть когда разум, разумная душа воспринимает что-то, познавает, то в ней как бы отпечатывается форма той вещи, которую она познает. Поэтому здесь и говорится о том, что он потенциально любая вещь. Ибо приобретает ему постигаемые формы. Но то, что добавляет, опять же, Авин здесь, немножко корректируя философа Аристотелика, или путем божественного озарения, или путем познания. Божественного озарения, по крайней мере, на стадии материального интеллекта у философов Аристотельков нет. Там речь идет только о познании. Божественное озарение может последовать после того, как этот материальный интеллект превратился в так называемый приобретенный интеллект. То есть когда человек запечатлел в этом самом своем интеллекте достаточно большое, скажем, своими словами, достаточно большое множество вот этих самых умопостигаемых форм. И то, что получено посредством озарения, это первичные умопостигаемые понятия, общие для всех полноценных от природы людей. Про общие умопостигаемые понятия, конечно, говорят и аристотелики, только они не говорят о том, что для этого необходимо божественное озарение. Что же касается приобретаемых познаниям, то они являются следствием о заключении и доказательных выводах в соответствии с правилами получения логических истин, такими как, например, разделение на роды и виды, различение между ними и их особенностей, определение не имеющих общих значений слов, различные способы их соединений, различение верных или ложных цепочек вывода, ну и так далее. И вы видите, что он говорит о том, что осуждения могут быть разными, мы про это говорили, аподектические, теалектические, риторические, софистические, поэтические. И вот они все здесь представлены. И у самого Аристотеля нет так называемых поэтических силогизмов. У него есть книга, которая называется «Поэтика», но она вроде бы, на первый, по крайней мере, взгляд, да и на второй тоже, она не относится к его логическим трактатам. А средневековые арабские авторы как раз туда ее отнесли. И, собственно говоря, и риторика у Аристотеля тоже не входит в его логический органом. Судя по всему, они привнесли и ее тоже. То есть в каком смысле обобщили учение, логическое учение Аристотеля, считая, что логика – это не что иное, как наука обращения с речью, то есть с логосом. И вот поскольку могут быть различные типы логоса для разных целей, предназначенные, то, соответственно, в соответствии с этими целями можно разработать и правильную речь, которая будет адекватна для соответствующих целей. И вот этих целей, по сути дела, оказывается раз, два, три, четыре, пять. Эти разные цели требуют различного формирования этого самого дискурса. И вот они это дело разрабатывают. Хотя, как я уже сказал, у самого Аристотеля есть трактаты, которые касаются доказательных, то есть апотектических высказываний. Есть про диалектику и есть трактат, относящийся к софистике. А вот риторика и поэтика – это как бы отдельные у Аристотеля трактаты, которые, в общем-то, не обязательно совершенно воспринимать логическими. Но вот средневековые арабские мыслители, то есть школы Аристотели, как раз, они совершили такого рода обобщение. И Удалевий его знает, знает это обобщение. Затем следует уяснение природы вещей, как, например, первоматерия, форма, лишенность, природа, место, время, движение, сферические небесные тела, элементарные тела, абсолютное возникновение и уничтожение, происхождение явлений, возникающих в воздухе, формирование минералов, растений и животных. Это перечисление, в общем, трактатов Аристотеля. И представление о душе, да, и трактату душа, а также представление о математических предметах, таких как наука о числах, геометрии, астрономия, музыка и оптика. То есть здесь, так сказать, все науки, то есть всю философию более-менее нам здесь он описал. И, наконец, представление о божественных предметах. Здесь в представлении о божественных предметах возникает вопрос, а что же это такое, да, это то, что относится к метафизике. И он, Кавин говорит, что это, например, знание абсолютного начала существования как такового и того, что относится к нему, к примеру, понятия о потенциальном и актуальном, о начале и причине, субстанции, и акциденции, и роде, и виде, и противоположности, и тождественности. И мы видим, что это, да, это метафизика. И еще, то есть божественные предметы – это метафизика. Ну, собственно говоря, как их называли философы-аристотелики. И еще установление начал теоретических наук, математических, естественных, на основе логики, ибо их нельзя достичь, кроме как на основе последней. И так можно прийти к установлению существования первого творца и первого сотворенного, и общей души, и свойства творения, и определению ступеню разума по отношению к началу и так далее. Но вот относительно того, что так можно прийти к существованию первого творца – это вопрос, да, то есть так можно прийти, например, к понятию первого двигателя, который можно и не называть творцом, да, но Равин говорит, что с помощью всего вот этого компендиума знаний можно прийти к установлению существования первого творца и первого сотворенного и так далее. И можно говорить о ступенях первоматерии формы по отношению к природе и ступенях сфер, звезд, созданного по отношению к первоматерии форме, а также почему они были созданы по-разному, раньше, позже. И это приведет к знанию божественного управления, то есть к божественному проведению общей природы и первичного божественного проведения. То есть другими словами, вроде бы, хотя мы опять в некоторой неуверенности, это Равин говорит о том, что думают философы, или о том, что думает он сам. Он сам считает, что да, этот компендиум нам необходим, но этот компендиум всех знаний приводит нас в том числе к пониманию божественного проведения и так далее. То есть всех вопросов, которые связаны с Творцом. Или же так считают с его точки зрения философы Аристотылики. И возможно, что эта мыслящая душа получит формы, воспринятые чувствами, предоставленные ей силой представления, при использовании воображающей силы и силы догадки, и найдет в этих формах общие и разделяющие свойства. Это довольно тонкий момент, потому что здесь на самом деле философы Аристотыликов, собственно говоря, существовали споры относительно того, каким же образом возможно постижение, превышающее то, что можно с помощью аподектических доказательств привести и насколько возможно использование силы воображения. Сила воображения для философов Аристотыликов – это, в общем, такая амбивалентная сила. Она, с одной стороны, вроде бы нужна, а с другой стороны, она может повредить, потому что сила воображения, когда она, так сказать, выходит на первое место по сравнению с силой разума, то она может привести к совершенно диким ошибкам и так далее. А с другой стороны, она необходима для того, чтобы двигаться в тех сферах, которые условно можем назвать метафизическим знанием, знанием метафизики, где разумная сила оказывается недостаточной в каком-то смысле, для того, чтобы произошло нечто. И есть философы-аристотелики-скептики, которые говорят о том, что нет, воображение всегда должно быть подчинено разуму, и никаких тут догадок или что-то такое быть не может. То есть то, что они называют интуитивным знанием или знанием, которое случается как вспышка такая, вдруг раз, и все, понял. Но вот такого рода идея, идея относительно интуитивного знания и постижения, которая в каком-то смысле перескакивает через вот эти этапы силогистических построений, она встречается у нас, и встречается она у нас и бенцины, например. И бенцина как раз об этом говорит. Ну и опять же не исключено, что Иуде Олевис знаком либо с учением бенцины, либо с каким-то изводом этого учения. Это вот такой момент, который показывает, скажем так, более широкое знакомство Иуде Олевис со школой Аристотеликой. То есть это не только Альфа-Арабий, но и, возможно, и бенцина тоже, особенно вот в этом моменте. И некоторые из этих свойств, я читаю дальше, являются субстанциональными, а другие – акцидентальными. Душа их разделяет и сочетает, и выводит роды и виды, различия между ними и так далее, и так далее. Я немножко пропускаю. Разум в актуальном состоянии, да, вот отсюда начнем. Поэтому философы говорят, что чувственная сила пассивна, а разумная сила активна. Разум в актуальном состоянии – это умопостигаемые формы, абстрагированные потенциальным разумом. То есть формы, которые являются умопостигаемыми, они абстрагируются от чего? С этих предметов, да. Я не могу засунуть в голову сами вещи, которые я познаю. Я познаю их формы. И вот эти формы являются формами умопостигаемыми и абстрагированными от каких-то реальных вещей. И поэтому говорят, что разум в актуальном состоянии есть разумеющее и разумеемое одновременно. Это тоже своего рода достижение школы аристотеликов или самого аристотеля о тождестве разумеющего и разумеемого. Это в тот момент, когда разум форму определенную постигаемую усваивает, на самом деле разумеемое и разумеющее сливаются в одно. И одна из особенностей разума в том, что он делает многое чем-то одним, а в одном прозревает многое путем соединения и разделения. И хотя деятельность разума при логических выводах, осмотрении и понимании протекает во времени, результат его постижения не зависит от времени и сущности разума вне времени. Мы читаем сейчас просто в каком смысле философов-аристотеликов. Видите, да, это уже довольно обширный текст, который приводит Равин из, собственно говоря, учения философов-аристотеликов. И когда разумная душа владевает науками, ее деятельность называется теоретическим разумом. Когда же она направлена на подчинение животных сил, ее деятельность называется управлением или практическим разумом. Тоже деление аристотелевское. Бывает, что некоторые люди одарены рассуждающей силой, позволяющей им достичь соединения с общим разумом. Это поднимает ее на ступень, где необходимость использовать логические выводы и опираться на ее предположения. Но где она обладает озарением и видением, эта ступень называется святостью, а способ постижения – духом святости. Это добавка определенная, которая, как я уже сказал, находится в фарватере мысли Ибн Сины, который предполагал, что есть вот эта разумная сила разума, которая в некотором соединении с воображением позволяет миновать этапы логических выводов и получить своеобразное интуитивное знание, которое здесь Равин называет озарением или видением. и называет это Роах-Акодыш, по сути дела, духом святости. Значит, мы остановимся на некоторое время в чтении, собственно говоря, вот этой всей перепатетической, по сути дела, экспозиции работы души, ну и, можно сказать, построения универсума, и места человека, и места души, и места мыслящей души и так далее. Пропустим этот фрагмент. И вся эта экспозиция заканчивается тем, что Равин говорит, это когда душа отделится от тела, я вот здесь читаю, она останется совершенной, гарантированной погибели, соединенной с возвышенной сущностью, называемой высшим разумом. А все остальные силы действуют только в теле и погибнут при гибели органов. Но мыслящая душа уже представила себе их и взяла главное в них, как уже было сказано. И Хазарский царь на это говорит, мне кажется, что это философское рассуждение превосходно, тонко и истинно по сравнению с остальными. И тут у нас возникает вдруг такой икивок. И Равин говорит, случилось то, чего я опасался. Ты соблазнился их мнением и нашел в них душевное спокойствие. Душевное спокойствие и безмятежные души, о которых он говорил в самом начале. И он говорил, что эту безмятежность души можно получить и пойдя кривой дорогой, то есть дорогой колдунов или философов. И сейчас что же сделал Равин? Равин взял и изложил всю концепцию, так сказать, строения универсума и места человека, и разумной души, и так далее, вместе с соединением с активным интеллектом и посмертным существованием. А теперь, после того, как он изложил и восхищенный Хазарский царь говорит, как все это круто, он им говорит, что ты зря соблазнился. И он же соблазнился, потому что вроде Равин так и говорил, что он от себя говорил. Теперь говорит, нет, действительно, после того, как они привели доказательства в математических науках и логике, многие стали полагаться на них и во всем, что касается физики и метафизики. Считаю, что сказанное ими в этих областях столь же доказательное. А ведь поначалу ты поставил под сомнение их утверждения о четырех элементах и мнение о сфере огня. Против последнего можно привести дополнительные аргументы. Они утверждают, что там, в этой сфере, эфирный огонь, у которого нет света. Но тогда небо и звезды не должны были иметь света. А откуда мы знаем о существовании элементарного огня? Ведь мы воспринимаем только его качество тепла. Прибывая на Земле, он становится углями, прибывая в воздухе пламенем, прибывая в воде, он делает ее кипящей. То есть, некий приводит Равин сейчас аргумент, который вот в этой всей красивой философской картине находит некие слабости, некие пробелы. И наблюдаем ли мы разложение растения на четыре элемента? Еще один вопрос, который он задает, задает. Ну и так далее. Таково сомнение, не будем сейчас эти сомнения все оглашать, таково сомнение относительно учения философа о первоэлементах. То есть, он сейчас подвергает учение о первоэлементах некоторым сомнению. Согласно Тори, Бог создал мир таким, какой он есть, живые существа и растения такими, как мы их видим. И не было никакой необходимости в предварительных простых сущностях, чтобы составлять из них сложные. И признание сотворенности этого мира снимает все трудности и нетразумения. И если ты представишь, что этого мира не было, и он появился по воле Бога, когда он хотел и как он хотел, тебе не нужно будет исследовать вопрос о том, как возникли тела и как они получили души. И не будет трудно принять то, что рассказывается в Торе о небесном своде и воде, покрывающей землю. Это отдельный вопрос, который волновал философов аристотеликов, которые пытались каким-то образом с Писанием совместить аристотелизм или вот это самое учение, учение о первоэлементах. Потому что если быть последовательным в этом учении о первоэлементах, то у нас земля должна была быть целиком обличена водой. Непонятно, почему земля вдруг проступает, потому что вообще-то говоря, земля тяжелее, а вода легче. Дальше должна была следовать сфера воздуха и дальше сфера огня. То есть они должны были существовать в такой последовательности. А реально у нас земля проступает. По этому поводу есть целый ряд самого разного рода сочинений, того же Ибн Синны и еврейских авторов, о которых мы чуть позднее будем говорить. Например, Шму или Бантибон пишут трактат, который называется «И к каву амаем, да соберутся воды», которые ставят именно эту проблему, по крайней мере, в начале этого трактата. И здесь Евуда Олеви, зная об этой проблеме, он ее тоже упоминает. И говорит, что если мы предположим, что мир сотворен, то у нас это не будет вызывать трудностей. Ну, типа, каким захотел, таким сотворил. И не возникнет вопросов относительно упоминаемых нашими мудрецами злых духов и рассказов о пожидаемых днях Мессии и о воскрешении мертвых и о будущем мире. И у нас нет необходимости, не будет необходимости во всех доказательствах того, что душа остается в духовном или материальном смысле после гибели тела, коль скоро тот, кто не может ошибаться или ошибиться, и на кого можно с уверенностью полагаться, подтвердил нам это. То есть если мы получаем знание непосредственно Бога, то вся вот эта красивая теория, которую он излагал, она как бы нам не очень-то и нужна. Если ты попытаешься путем логики подтвердить или опровергнуть эти представления о душе, ты даром потратишь дни своей жизни. Кто подтвердит нам упомянутое мнение о том, что душа – это интеллектуальная сущность, которая не определяется пространственными границами, и которая не свойственна возникновению и уничтожению. Возникновение и уничтожение – это наш подлунный мир, в котором все возникает и уничтожается. А душа вроде бы нет. И чем отличается моя душа от твоей или от активного интеллекта, и других причин или от первопричин? И почему не объединится душа Аристотеля и душа Платона? Тогда каждый из них знал бы мнение другого и его сокровенные мысли, и всех философов. И почему философы не могут постичь все за один раз, все за один раз, как это постигается Богом и активным интеллектом? Почему они способны забывать? И почему они нуждаются в обдумывании постигаемого часть за частью? И почему философ не сознает себя, когда он спит, или опьянел, или упал в обморок, или когда его мозг поражен, или когда он состарился? И что мы скажем о том, кто достиг предела знаний и философии, но им овладела меланхолия или душевная болезнь, и он забыл все в свою премудрость? Является ли он самим собой, или мы скажем, что это другой человек? Или, допустим, он постепенно выздоравливает от своей болезни и начал учиться сначала, но состарился и не достиг первоначальных знаний? Скажем ли мы, что у него две отдельные души, одна из которых не такая, как другая? И также, допустим, что изменился его характер, и у него появилась склонность к гордыне и к страстям? Скажем ли мы в таком случае, что одна его душа будет в раю, а другая в аду? То есть вот эти все вопросы раввин, который в каком-то смысле схитрил, он как бы хазарского царя сначала соблазнил философской картиной, которую излагал вроде бы от своего собственного мнения, а потом вот теперь пытается ее дискредитировать. Ну и все его вопросы, они связаны вот с этой концепцией, с концепцией посмертного, собственно говоря, существования в дальнейшем. И каковы пределы того знания, при достижении которого человеческая душа будет как бы отделенная от тела и не погибнет? Если это должно быть знание всего существующего, то любой философ много чего не узнает из того, что на небе, на земле и в море. А если этого достаточно частичного знания, то каждая мыслящая душа будет отделенная от тела, так как ей изначально присуще знание каких-то первоначальных истин. То есть где размер того знания, которое человек должен получить, чтобы оказаться причастным к жизни после смерти или соединению с активным интеллектом. А если предположить, что душа будет отделена, когда она представит 10 категорий аристотелевских, и то, что следует далее из начала познания, и это знание будет охватывать все существующего, насколько это возможно для логического постижения, без проникновения в детали, такое общее знание легко достижимо и может быть приобретено за один день. И трудно представить, что человек станет ангелом за один день. И если для того, чтобы душа достигла этого уровня, необходимо охватить знанием существующего во всех деталях с помощью логики и физики, то это недостигаемо. И тогда, если следовать воззрению философов, все души, несомненно, погибнут. То есть ты либо говоришь о том, что есть некая картина мира, которую ты должен постичь. Он говорит, так я же вот только что ее изложил. Собственно говоря, это заняло сколько? Несколько страниц. Прекрасно. Можно за один день все это выучить. А если ты говоришь, что нужно знать вообще все-все-все-все-все во всех деталях, то это никому недостижимо, и тогда все погибнут. Выходит, ты соблазнился вредными фантазиями, говорит теперь нам Равина. И хотел того, что не дано тебе творцом. Что по природе человека не дано постичь разума. Но постичь это дано по природе избранных. Лучших из всего сотворенного при условиях, о которых мы уже говорили. А кто же избранный? Это пророки, да. Вот это пророческая душа. А сейчас снова у нас пошла вот эта сама теория. Теория Иудея Леви, предполагающая пророческую душу и получение знания непосредственно от Творца, которое в каком смысле не нуждается во всех тех подробных, описанных выше на стадиях пучения, о которых говорил Равин, излагая концепцию философов-аристотельков. Радим спрашивает. Подскажите, пожалуйста, этот спор реальной истории или образ, через который мы находим ответ? Да, это образ, конечно, это нереальная история. Это Иудея Леви как бы говорит нам, что была такая история, но на самом деле, в общем, это литературный прием, с помощью которого он это излагает. Но мы знаем, что вообще жанр такого рода разговоров, он был вполне распространенным. Мы говорили, когда шло мы в Бумбироле, там тоже есть учитель и ученик, да, и вот эта возможность построить свой трактат как некий диалог, она использовалась очень многими авторами. Вот Иудея Леви придумал диалог с хазарским царем. Хотя ссылается на некую легенду, относительно которой мы... у нас есть некоторые сомнения, хотя есть... Сама легенда существует. Так вот, кто же эти, да, эти души, способные представить весь мир в целом, видеть Бога, Его ангелов, видеть друг друга и познавать некоторые из тайн, касающиеся других. И понятно, что это философ. То есть видите, как он построил, да, всю эту главу. На самом деле мы не дочитали ее до конца, и я был неправ. Думаю, что мы сегодня закончим. Закончим в следующий раз, но нам действительно осталось совсем немного. В следующий раз закончим и перейдем к обсуждению других уже авторов. Но построение этой главы такое, на самом деле, оно очень как бы каверзное. Хазарский царь, вообще-то говоря, задал вопрос, ведь не про философа, правда, помните? Он задал вопрос, о чем он говорил, расскажи мне, кто думает Мутакалимун, то есть Мутакалимун, представители Калам, потому что мне нужно как-то, в общем, с ними там дискутировать и так далее. А вместо этого Равин ему рассказывает, ну, еще раз, да, уже теперь гораздо более подробно, чем в первой главе, рассказывает подход философа Аристотеликов, с которым при этом есть ощущение, что он вполне согласен, да, и вот это ощущение, что он вполне согласен, оно говорит о чем? Оно говорит о том, что, по сути, он говорит следующее, предположим, что мир так устроен, да, ну, типа они правы. Ну, и, может быть, я, да, я думаю, что они правы, что вот это, но есть какие-то сферы, сферы знаний, а именно те сферы, которые относятся к области метафизики, божественного знания, которые на самом деле недостижимы для них. Они недостижимы для них хотя бы потому, что даже начиная с теории первоэлементов уже можно усомниться в этой конструкции, да, то есть конструкция сама по себе, окей, нормальная конструкция, хорошая вполне, может быть, она и объясняет многое, и, может быть, можно ей упользоваться для каких-то, так сказать, жизненных нужд. Но знания, знания, то есть те знания, которые находятся в сфере того, что он называет божественным, они на самом деле недостижимы. И дальше мы сейчас там читаем последний абзац, и можно, сегодня я имею в виду, и можно оправдать философов тем, что они нуждались в умозаключениях всего отсутствия у них пророчества и божественного света, и сумели развить доказательные науки как нельзя лучше. Этим они отличаются от прочих людей, и между ними нет спора в этих науках. Однако нет согласия между ними во зрениях, которые они затем вывели в сфере метафизики, вот здесь проблемы, и даже во многих вопросах физики. И если ты найдешь среди них группу, разделяющую одно зрение, то это не результат исследований и полученных выводов, но следствие того, что они представляют школу, опирающуюся на одного из мыслителей, например, школу Пифагора, или Эмпидоку, или Аристотеля, Платона и других, или жестойки, или перипатетики, то есть аристотелики, которые относятся к школе Аристотеля. То есть вот, собственно говоря, тот вывод, которому приводит раввин нас и казарского царя вместе с нами, что в общем прекрасно поработали философы, создали науку, и все это замечательно, но некоторые сферы таким образом ты просто постичь не можешь. Для того, чтобы их постичь, необходимо, что необходимо быть пророком, необходима пророческая душа, и таким образом это все и происходит. на этом я, у нас почти не осталось особо времени, то есть полтора часа читали циферку Зари, но если у вас есть вопросы относительно прочитанного, то пожалуйста. подожди, Халена Фенди, сначала скажу я, и прошу вас всех выслушать меня очень внимательно. И я сегодня собрал вас здесь для того, чтобы сообщить о своих... Да, у нас здесь ревизор для того, чтобы сообщить по неприятности. Ну хорошо, господа и дамы, есть вопросы? Спасибо за урок, надо осмыслить все это и потом... Женя права. Женя как всегда права. Сразу, ну, мне не приходит вопрос таки, потому что очень уж все глубоко. Ну, у нас, собственно говоря, может быть я скажу два слова здесь и в чате тоже написали, что сложно воспринимать. Может быть, да, то есть сам по себе текст, но в этом, собственно говоря, была задумка этого курса, потому что рассказать все можно очень быстро в каком-то смысле, да. Мне казалось, что важно ощутить фактуру текста самого, да, этих самых философов, поэтому наш курс так называется автор и их тексты, и большой, что ли, сложность. Здесь, в общем-то, если говорить совсем в общем, нет, да, то есть если говорить о сухом остатке того, что мы прочитали, то мы можем сказать следующее. Есть некая научная картина мира, созданная философами Аристотеликой. Я могу в нее вникать, могу в нее не вникать, да, то есть поскольку сегодня эта картина мира научная в свое время, а сегодня не выдерживающая критики, ничего не значит и, в общем, не является адекватной, то я могу про нее забыть. Я могу только сказать то, что Иуда Олеви в свое время подверг ее определенной критике. Эта критика сводится к чему? Она сводится к тому, что в научной картине мира, которая касается особенно некоторых аспектов, есть разногласия, споры, недоговоренности, отсутствие доказательств и так далее. То есть она на самом деле является неполной. В этом смысле мы могли бы сказать, что и сегодняшняя картина мира, созданная учеными, является неполной. Отсюда Иуда Олеви, как религиозный мыслитель, делает вывод следующий. Ну хорошо, а откуда мы знаем, что делать? Это же хазарский царь спрашивает, что делать? Он говорит, что мы знаем это в силу пророчества. То есть есть способ у человека, говорит Иуда Олеви, познания вещей такими, как они есть, в том числе вещей, до которых философы с помощью умозрения, с помощью лестниц умозрения дотянуться не могут. И это, собственно говоря, пророчество. Вот сухой остаток. Я мог бы на самом деле сказать только эту фразу про Иуда Олеви и было бы, может быть, и достаточно. Но идея как бы этого курса заключалась в том числе и в том, чтобы увидеть нюансы того, как он это строит, и как об этом говорит, и как устроен его текст. Благо, что у нас есть некоторых из текстов этих самых грейских философов в переводе на русский язык. Здесь вопрос, читали мы текст, который в книжниках? Да, мы читали текст, который издан в книжниках. Я уже говорил об этом. Я читаю текст, не окончательная версия печатная. Это версия до корректуры, по-моему, а может быть до определенного этапа редактуры. Но это то, что у меня осталось в сохраненном вордовском файле. Поэтому здесь могут быть какие-то в этом тексте недоработки и так далее. Но, опять же, для наших целей это не суть важна. И, как я уже говорил, я не считаю, что этот перевод как бы лучший на порядок, чем перевод издательства Шамир. Можно пользоваться и тем, и другим, если вы хотите вникнуть. То есть то, что мы сегодня проговорили, мы проговорили помимо этого сухого остатка, о котором я сказал, мы проговорили еще и целый ряд элементов той картины мира, которая была создана этими самыми философами и остателиками. А это нам поможет в дальнейшем понимать таких авторов, как Фрамбам, например, которому мы уделим достаточно много внимания. Ну и еще один момент, который, опять же, без проникновения в текстах, в тексты хотелось подчеркнуть, это то, что Иуда Олеви, при том, что, я уже говорил об этом, просто еще раз подчеркну, при том, что нет ни одного еще философа аристотелика еврейского. Он пишет тогда, когда их еще нет. Но, судя по тому, как он об этом пишет, с какой подробностью он излагает это, он прекрасно знаком с соответствующими произведениями, при том, что он, это не то, что, да, как у нас профессиональный философ, пошел в институт, закончил там, получил степень по философии и вот, значит, излагает. Он поэт, да, и, в общем, ну, просто интеллектуал, да, человек как бы не то, чтобы писавший какие-то трактаты философские и так далее, он сам говорит о том, что его это друзья уговорили его написать эту книгу в защиту униженной религии. А так, в общем-то, он просто, так сказать, образованный человек. Из чего мы можем заключить, что просто образованный человек или просто образованный еврей, скажем так, да, вот района Адалуси, например, да, или вот того региона Испании, где, собственно говоря, живу в Удалеве, получается, что в том числе образованный еврей прекрасно был знаком с соответствующими научными достижениями, и в данном случае их оспаривает, причем оспаривает их, используя вот этот самый философский язык, на котором эти произведения написаны, да. То есть его замечания носят не характер замечаний профанок, который говорит о том, да, зачем нам это все нужно? Как, например, Тертулиан говорит, да. Зачем нам любопытствовать вообще? Зачем нам наука? Наука не нужна, у нас есть откровение. Он поступает не так, да, он подробно, видите, это излагает и приводит какие-то аргументы, которые оспаривают те или иные аспекты, как бы, этой картины. Ну, хорошо, прощаемся до следующего четверга. Спасибо. Яш, а ты мне, даже дико, сейчас у меня здесь с Яшей, как бы мне тебе написать тут отдельно. Ну, я запись выключаю в любом случае, правильно? Да, запись ты выключаешь, а как я в чате пишу отдельно,